Всем привет, меня зовут Васёк Михаил Петрович, я работаю преподавателем на кафедре радиофизики и электроники в СТК Государственном Университете. В следующем уроке мы продолжаем работу схемы, которая была собрана в программе Протеус нескольких уроков ранее. Включающуюся кнопку, 4 светодиодных индикатора с общим анодом, 4 транзистора НПН, токограничивающие резисторы, подключенные к базе транзистором по 1000 Ом, и резисторы по 100 Ом, которые ограничивают ток через светодиоды, которые расположены внутри данного корпуса. Также есть подтягивающий резистор, для чего нужен подтягивающий резистор, было я рассказывал в предыдущих уроках также. Также тут присутствует и контроллер PX16V4A. В следующем уроке мы напишем программу, в результате которого при нажатии на кнопку будет увеличиваться значение на индикаторах на единичку. На сегодняшний момент, в предыдущих уроках мы писали программы, которые увеличили значение на индикаторах, но значение увеличилось на некоторое число. Все зависело от того, как долго мы держим кнопку. Чем дольше мы держим кнопку, тем больше значений на индикаторе мы увидим. Сегодня эту ситуацию мы исправим. Чтобы исправить данную ситуацию, нам нужно будет исправить код программы, чтобы не писать все с нуля. Потому что код программы, написанный для данной схемы, уже довольно-таки объемный. И чтобы не писать все заново, можно просто его отредактировать. Для того, чтобы разобрать, что будем менять в ходе программы, мы обратимся к алгоритму данной программы. С алгоритмом работать проще и разобрать, что можно поменять, гораздо легче. Алгоритм программы мы разбирали также в предыдущих уроках, но я как раз и повторю. Вначале объявляются необходимые для программы регистры, потом идет начало программы. Дальше настраиваются ножки порта А и порта Б, для управления внешними элементами, либо управления извне с помощью кнопки. Дальше обновляем значение регистров, определяющие значение индикаторов. Следующий пункт это осуществление динамической индикации. То есть каждый индикатор показывает некоторые значения. Например, нолик, потом он выключается, нолик, потом он выключается, нолик выключается, нолик выключается. Что значит выключается индикатор? То есть питание не подается к нему. Некоторое время он горит по инерции, то есть светодиоды горят по инерции. Это время мы можем полезно использовать, потому что микроконтроллер пик работает довольно-таки быстро. И мы можем, пока светодиоды горят по инерции, что-то выполнить, пока они выключены. В данном случае мы проверим нажатие кнопки. Если оно не нажато, то мы снова переходим к динамической индикации. То есть опять на индикаторах высвечатся все нули. И снова они выключатся, потом по инерции снова не будут гореть. Дальше так делается несколько раз, пока кнопка не будет нажата. Когда кнопка нажата, мы переходим дальше по программе. Следующим пунктом это будет увеличение значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. То есть вот этот индикатор. Если это значение не равняется 10, то мы просто переходим к динамической индикации. И вводим уже новое значение 0001. И так как у нас кнопка удерживается пользователем относительно долго, по сравнению с скоростью выполнения программы контроллером, то P-контроллер опять переходит к этому пункту. И так как кнопка еще не успела быть отжата, снова увеличивает значение на индикаторе, на единичку. И так до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Когда кнопка отпущена, мы будем находиться в ответном участке кода и вводить на индикаторе некоторое число. То есть вот как здесь сейчас это происходит. Число 201 выводится. Ну а также есть еще дальше часть алгоритма, необходимый для того, чтобы выводилось значение на других индикаторах. То есть когда здесь доходит до 9, следующее значение должно быть 10. Поэтому, когда значение в регистре равняется 10, то мы обновляем этот регистр и увеличим значение следующего регистра, который отвечает за третий индикатор, на единичку. Потом проверяем это значение, и если оно не равняется 10, то мы переходим на динамическую индикацию. И в итоге мы видим на индикаторе число 10. Иначе мы должны идти дальше по программе, увеличивая значение следующих индикаторов. Так пока не дойдем до 9999. Когда дошли мы до такого значения, мы должны все значения на индикаторах обнулить. То есть это происходит с помощью обнуления. Вначале одного индикатора, потом другого индикатора, потом третьего индикатора, потом четвертый индикатор обнуляется. Вернее, в обратном порядке начали четвертый, потом третий, потом второй, потом первый обнуляется. И в результате на индикаторах мы снова увидим число все нули. Вот такой алгоритм программы. Но все-таки нам нужно, чтобы при нажатии на кнопку у нас увеличилось только на единичку. Как это можно сделать? Для того, чтобы понять, как это можно сделать, вначале нам нужно обратиться к схеме, которую мы разбирали ранее. Вот схема очень простая. Которая состоит из кнопки и светодиода. Также здесь написана программа. При нажатии на кнопку у нас включается светодиод. При повторном нажатии на кнопку у нас светодиод выключается. Подробно о этой схеме и о программе было рассказано в уроке номер 32. Управление светодиодом используемой кнопки IPX16F84A. Это 27-й теоретический урок. В нем было показано, что нужно учитывать тот момент, что нужно ожидать, пока кнопка будет отпущена. Если мы это не будем делать, то при нажатии на кнопку у нас светодиод также начинает мигать. И только когда мы отпускаем кнопку, светодиод может быть либо включен, либо выключен. А нам нужно точное состояние, чтобы он либо включился, либо выключился. Поэтому для данной схемы была написана программа, алгоритм, который можно посмотреть вот тут. Здесь присутствует алгоритм. Вначале объявляются необходимые регистры. Потом происходит начало программы. Дальше настраиваются ножки порта А и порта Б. Потом проверяем нажатие кнопки. Если кнопка не нажата, то ждем того момента, пока она будет нажата. То есть, уходим по кругу. Когда кнопка будет нажата, мы ждем некоторое время, чтобы избежать дребезг контактов. Что такое дребезг контактов, так же говорилось в этом уроке. В программе Proteus дребезг контактов отсутствует. Поэтому этим пунктом можно и пренебречь. В случае с программой Proteus. В реальных схемах дребезг контактов присутствует. Поэтому нужно это тоже будет учитывать. Дальше. Потом мы либо выключаем, либо включаем светодиод. В зависимости от того, какое было у него текущее состояние. И следующим пунктом это проверка, отпущена ли кнопка. И мы проверяем, отпущена ли кнопка до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Как только кнопка отпущена, мы ждем некоторое время, чтобы избежать дребезг контактов. Этот пункт тоже можно в принципе убрать. Потому что когда мы отпускаем кнопку, дребезг контактов практически не происходит. Поэтому можно сразу переходить к пункту, проверяем нажатие кнопки. Таким образом, в данном алгоритме присутствует такой пункт. Это проверка, отпущена ли кнопка. В алгоритме с индикаторами проверки на отпускание кнопки нет. По этой причине мы не можем сделать схему с индикаторами, которая будет увеличивать значение на индикаторах на единичку. Значит, нам нужно добавить это условие к данной схему. Как мы это сделаем? Ну, давайте попробуем поступить как-то по аналогии. То есть, после того, как кнопка нажата, мы можем проверить, отпущена ли кнопка. Допустим, сделаем следующим образом. Вот, тут приведен алгоритм. Он не отличается практически от алгоритма, только что рассмотренного. Вначале идет объявление, так же, как и здесь, потом начало программы. Потом три пункта этих идут. То есть, настраиваем ножки, обновляем значение и осуществляем динамическую индикацию. Дальше проверка нажатия кнопки, тут то же самое, но здесь у нас шло, если кнопка нажата, увеличение значения регистра, отвечающие за четвертый индикатор. Здесь же мы поставили условие. То есть, если кнопка нажата, проверяем отпускание кнопки. То есть, если кнопка не отпущена, то находимся на этом участке кода. До тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Как только кнопка будет отпущена, мы переходим, наконец-то, к пункту увеличения значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. То есть, мы сюда добавили дополнительный пункт проверки, отпущена кнопка, либо нет. Давайте попробуем написать программу с использованием данного алгоритма. И посмотрим, какой будет результат, когда мы так реализуем программу. То есть, нам нужно добавить всего лишь проверку отпускания кнопки между проверкой нажатия кнопки и между увеличением значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. Поэтому перейдем к нашему коду программы. Наш код программы. Начало, это объявление регистров. Дальше, начало программы самой у микроконтроллера. Программа начинается после строчки ORD0. Дальше переходим на метку BEGIN. Здесь у нас, по метке BEGIN, идет настройка ножек порта А и порта Б. То есть, вот этот пункт выполняется. Дальше обнуляем значение регистров. Вот это обнуление идет. Дальше идет, начиная с метки START, динамическая индикация. Динамическая индикация проходит, заканчивается вот здесь, выключением четвертого индикатора. Теперь индикатор горят по инерции. Дальше у нас происходит проверка нажатия кнопки. Если кнопка не нажата, то мы переходим на динамическую индикацию. Если кнопка нажата, то мы переходим на эту строчку. Но сейчас мы должны добавить сюда проверка отпускания кнопки. Поэтому здесь мы напишем дополнительные строчки кода. Напишем BTFSS либо SC. Но давайте выберем SS. Напишем PORT B, 7. Исходя из схемы, кнопка когда отпущена, то есть не нажата, на нее подается минус питание в данном случае. Следовательно, в B7 виде порта B будет нолик. То есть, если здесь нолик, значит кнопка отпущена. И мы должны перейти, если кнопка отпущена, к пункту увеличения значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. То есть, вот сюда. Go to, напишем метку, метка, метка N. Напишем так, чтобы вдруг у нас существует подобная метка, чтобы не ошибиться. Напишем метка N. Если же кнопка не отпущена, то мы должны перейти на проверку отпускания кнопки. То есть, снова должны перейти к этому пункту. Напишем PR, то есть PROV. То есть, проверка сокращенно. Так назовем нашу метку. И напишем go to PROV. В данном случае удобнее использовать команду BTFSC, чтобы сэкономить одну строчку кода. Если используем BTFSC, то можно поменять эти две строчки местами. Не можно, а даже нужно поменять эти две строчки местами. А, в принципе, вот эту строчку можно удалить. Так как, если кнопка будет отпущена, мы автоматически переходим сюда, пропуская эту строчку. И выполняем нашу программу далее. Вот так и делаем. Таким образом, мы сейчас добавили вот этот пункт нашего алгоритма. Нашу программу. Давайте закомпилируем программу и посмотрим, что произойдет. Нажимаем PLAY. Видим, что говорят все нули. Нажмем на кнопку. Видим, что индикаторы выключились. Отпустим кнопку. Видим, что на индикаторах появилось число 0001. Еще раз нажмем. 0002. Еще раз нажмем 003. Еще раз нажмем 004. Видим, что значение на индикаторах увеличится на единичку. Но есть другая проблема. Если мы долго держим на кнопочку, индикаторы выключаются. А нужно, конечно, желательно сделать так, чтобы, когда мы нажимаем на кнопочку, индикаторы высвечивали некоторые значения. Как это сделать, мы рассмотрим в следующем уроке. Мы исправим этот алгоритм так, чтобы индикаторы высвечили некоторые значения. Теперь давайте рассмотрим еще один вариант. Другой вариант. Здесь он приведен на этой картинке. То есть, в смысле, вот такой же. Только здесь проверка, отпущенная ли кнопка, находится немножко в другом месте. Значит, начало стандартное. Динамическая индикация. Дальше проверяется нажатие кнопки. Если кнопка нажата, то мы идем на увеличение значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. Дальше, если значение не равняется 10, то мы сейчас идем на проверку, отпущенная ли кнопка. Ранее мы сразу шли на динамическую индикацию. Теперь же мы, перед тем, как попасть на динамическую индикацию, попадаем на пункт проверка, отпущенная ли кнопка. Если кнопка не отпущена, то мы снова попадаем на эту проверку. До тех пор, проверка осуществляется, пока кнопка не будет отпущена. И только после того, как кнопка отпущена, мы идем на динамическую индикацию. То же самое касается и этих пунктов. То есть, если раньше мы сразу, после того, как проверяли значения регистров, уходили на динамическую индикацию, чтобы высадить некоторые значения на индикаторах. Вот это видно здесь. Теперь мы перейдем не на динамическую индикацию, а на проверку кнопки. Как только будет кнопка отпущена, мы сразу переходим на динамическую индикацию. Давайте исправим наш код под данный алгоритм. Это еще вариант решения задачи. Для этого обратимся к коду программы. Эти строчки мы пока удалим. Изначально, что мы должны изменить? Давайте пойдем постепенно. Вот у нас алгоритм по порядку. Все это пока что было и ничего не изменилось. Так оно и было. Вот здесь поменялось то, что раньше мы переходили на динамическую индикацию, то есть на метку старт. Сейчас мы должны перейти не на метку старт, то есть не на динамическую индикацию, а на проверку отпущенной рекнопки. Поэтому этот переход осуществляется вот здесь, этой строчкой. Мы переходим не на метку старт, а на метку какую-нибудь другую. Например, старт 1. Напишем так. То есть, увеличить значение четвертого индикатора. Потом проверяем, равняется ли значение 10. Если оно 10 не равняется, то переходим на метку старт 1, которая будет являться проверкой отпущенной рекнопки. То же самое делается и для других элементов. То есть, получается 1, 2, 3, 4, 5 переходов должны быть изменены. Первый переход мы изменили, второй переход мы изменили, третий переход мы изменили, четвертый переход мы изменили. И вот пятый переход, когда все индикаторы обнулены, мы тоже должны изменить на старт 1, чтобы у нас получилось, как на алгоритме, переход к проверке отпущенной рекнопки. Теперь нам нужно добавить метку старт 1. Добавим ее куда-нибудь в конце, например. Старт 1. И здесь мы выполним вот этот элемент, то есть проверим отпущенной рекнопки. Поэтому пишем btf sc порт b, 7. Дальше. Если кнопка отпущена, следовательно, значение будет равно 0. Если кнопка не отпущена, значение будет равняться 1. Если значение равняется 1, то мы переходим на следующую строчку. Поэтому здесь напишем go to start 1. То есть переход с этого пункта сюда же. То есть проверяем до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Go to start 1. То есть сюда бежим. Если же кнопка отпущена, то значение в 7 бите равняется 0. Следовательно, мы эту строчку пропускаем. И переходим к динамической индикации. То есть если посмотреть сюда, отпущена, значит переходим к динамической индикации. Немножко слетел алгоритм. То есть если кнопка отпущена, то мы переходим к динамической индикации. Поэтому здесь пишем start. Start это как раз динамическая индикация. Давайте закомпинируем проект и попробуем запустить нашу программу заново. Нажимаем. Видим, что значение на индикаторе увеличивается. Но опять-таки пропадает вывод значений на экране. То есть все из-за того, что мы очень долго находимся в этом участке кода. В это время светодиоды успевают потухнуть. И получается, что индикаторы ничего не показывают. Следовательно, нам нужно как-то изменить алгоритм нашей программы. То есть как тут, так и тут. Чтобы у нас индикаторы все время показывали некоторые значения. Как это сделать, мы рассмотрим в следующем литическом уроке. Но вы можете попробовать попытаться реализовать это самостоятельно. Это будет такое дополнительное задание. Если вам удастся это реализовать, то очень хорошо. То есть делать так, чтобы индикаторы показывали все время. Даже когда кнопка удерживается в зажатом состоянии. В следующем уроке вы увидите мое решение данной задачи. На этом все. Если понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если есть вопросы, то пишите их в комментариях. И если следить за выпуском новых видео, то подписывайтесь на канал. Удачи!